Привет, друзья! Я гуляю по старому городу, и в Паторе народу мало, потому что второй день беспробудно льёт ливен, и второй день я героически пытаюсь сделать фильм о загадках старого города, и в Паторе. Я вообще удивляюсь, почему это место до сих пор не стало объектом для съёма какого-нибудь мистического сериала или исторического детектива, потому что в старом городе, в Паторе, куда ни плюнь, везде загадки. Вы представляете, в Паторе обитало и до сих пор обитает один из самых загадочных народов Крыма – Караимы. Здесь находится древний обитель Дервишей, и здесь стоит мечеть, которую построил главный архитектор Османской империи, любимец султана Сулеймана Великолепного и его славянки, жены Роксолана. Сегодня я буду вам рассказывать о загадках старого города и в Патории. Но прежде, большая к вам просьба – подпишитесь, поставьте лайк, поделитесь с друзьями, потому что мне очень нужно набрать 4000 часов просмотров, а у меня пока 700. Если вы меня посмотрите, вам понравится, и вы станете моими поклонниками, моими друзьями, моими соратниками, я буду очень признательна. Так, ну что, поехали! На территории старого города, ну в окрестностях, скажем так, старого города, находятся храмы очень многих конфессий. Тут есть и армянская церковь, и греческая, и мечеть, и караимские кенасы. Поэтому старый город Ихпаторий еще называют Малым Иерусалимом, потому что здесь уживаются люди совершенно разных вероисповеданий и культур и живут очень дружно. Путешествие по маршруту Малый Иерусалим, как правило, начинается вот в Гезлевской башне. Эта башня осталась от крепости Гезлев, которая была здесь построена в 15 веке, после того, как Крым стал частью Османской империи. Мы сегодня не пойдем в башню Гезлев, я о ней сделала отдельный фильм, вернее, часть этого фильма, можете посмотреть подсказочки. Но я очень рекомендую посетить эту башню, потому что там внутри очень интересный музей, где представлен макет крепости Гезлев, очень симпатичный. И там еще находится прямо в самой башне замечательная кофейня с великолепным кофе, которую я тоже попробовала и о своих впечатлениях, опять же, рассказала в этом фильме. А мы сейчас направляемся в Тепи Дервиш, он находится практически напротив Гезлевской башни. по-моему, это одно из немногих религиозных сооружений, которые находятся за пределами старого города, но место это уникальное, одно из самых древних в мире, поэтому сейчас я вам о нем подробнее расскажу. Мы сейчас идем в самое старое строение Текие, собственно, само Текие. Текие в переводе означает дом. Текие Дервиши, соответственно, дом Дервиши. Это обитель Дервиши самая старая, она построена в 15 веке, и таких древних, Текие Дервиши в мире осталось всего лишь три – в Турции, в Египте и в Евпатории, поэтому это место на самом деле уникальное. Для того, чтобы попасть туда, нужно пройти через узкую дверцу. Вот видите, у меня за спиной эта узкая дверца, ты волей-неволей будешь наклоняться, потому что она и узкая, и маленькая сама по себе. И это не случайно, потому что ты входишь в храм, где почитают Бога, и ты должен поклониться. Поэтому в любом случае ты поклонишься. И еще очень важно вступать в обитель Дервиши с правой ноги. Все благочестивые мусульмане делают все с правой стороны, с правой ноги, с правой руки. Так, говорят, лучше жизнь складывается. Мы сделаем то же самое. Правая нога. Поклонились. Здесь, в обители Дервиши, очень темно и даже мрачно, но как-то торжественно. Это центральный зал, где Дервиши проходят молитвы. Посмотрите, он очень аскетичный. Дервиши в переводе означают «бедняк», «нищий». Дервиши они исповедовали суфизм. Это такое религиозно-философское учение, близкое к исламу, отошедшее, входящее в состав ислама. И это учение предполагает отказ от всего мирского. Они отказывались от имущества, от денег, от титулов, а взамен получали знания и мудрость. И реально Дервиши были очень мудрыми, очень умными людьми. И многие султаны, многие ханы советовали с ними поважен с политическим, социальным и духовным вопросом. Я была в Стамбуле. И там есть такой закрытый вокзал Серкеджи. Я видела шоу крутящихся Дервишей. Это вообще не шоу. Это молитва. Это подготовка к молитве, сама молитва и вхождение в состояние, расширение сознания. Вот они крутятся, крутятся, а потом уединяются в свои кельи для того, чтобы пообщаться с Богом. И всем гостям, всем, кто сюда на экскурсию приходит, советуют зайти в эту келью для того, чтобы почувствовать божественную силу. Я сейчас тоже попробую это сделать. Вот она, келья. Представляете, вот здесь жил один человек. Бог ты мой, как малое место. Вот здесь человек жил и постигал истину. Ему больше ничего не нужно было. Вы знаете, посетив келью Дервиша, я поняла, как я счастлива. Что я живу в хорошо отапливаемой квартире, где намного больше места, чем в келье Дервиша, что там чисто, не сыро. Наверное, я не созрела до аскетизма. Но в любом случае, я очень уважаю этих людей, которые ради какой-то идеи совершенно неприкладной, совершенно немирской, готовы отказаться от того, что нам так приятно и дорого. А место удивительное. Место, вы знаете, где ощущается энергетика времени, ощущается энергетика веры. И много-много веков здесь люди верили, ждали, искали, думали, читали, молились. И это ощущается, это непередаваемо. Это вот только кожу можно ощутить, побывав здесь. Проходите. Ну давай, погавка, погавка. Очень серьезный парень, очень. Короткие перерывы между дождем. Запишу коротенький рассказ. Для того, чтобы увидеть аутентичную Эфпаторию, Эфпаторию 15 века, такой, какой она была при Османской империи, достаточно погулять по старому городу. Он представляет собой такие узкие, виляющие улочки, с белыми домиками. На некоторых домиках, кстати, еще осталась черепичная крыша. Эти узкие улочки, они защищали жителей Эфпатории от врагов. Попадая в эти лабиринты, они путались, терялись и, в общем, теряли свою боеспособность. А еще, тут много машин. А еще, вот сейчас мы видим, что в этих домах проделаны небольшие окошечки, да? А раньше их не было. Раньше дома Старого Города, дома Геслева, они были окружены такими высокими, толстыми заборами, и все окна выходили вовнутрь, а не вовне. Так что, хотите подышать воздухом старой Эфпатории, обязательно прогуляйтесь по улочкам Старого Города. Здесь очень красиво. На старых зданиях в Старой Эфпатории еще сохранилась черепица, которая называется татарка. Ее очень интересно делали. Мастер лепил ее на своем бедре. То есть черепица была форма его бедра, потом обжигали и красили. И заказчики старались заказывать черепицу только у одного мастера, чтобы она была одинаковой формы, форма его бедра. На улице Караимска на одной из стен висит памятная доска о том, что на улице Старой Эфпатории в 1972 году Владимир Висоцкий снимался в фильме Хефица «Плохой, хороший человек». Почему именно здесь повесили эту доску? Ну, это мне рассказал гид, что он жил в доме напротив. Он жил в доме напротив, и поэтому на противоположном доме поставили ему доску. Вот эта замечательная женщина, деревянная женщина, стояла у входа в женское отделение турецких бань. Турецкие бани аж до 1987 года выполняли свою основную функцию, мыли мужчин и женщин. И около мужского отделения стояла деревянная фигура мужчины, около женского – женская. К сожалению, сейчас бани находятся в жутком состоянии, из них пытаются сделать музей. И пока они там решают, что будет дальше, фигурка, деревянная фигурка женщины из турецких бань и хранится в Евпаторийском краеведческом музее. Еще один, безусловно, шедевр Евпаторий – это мечеть Джумаджи-Ами, которая сейчас у меня за спиной. Это здание XV века, оно было построено в XV веке, и за это время оно ни разу не разрушалось и не переделывалось. Поэтому, каким оно было в XV веке, таким вы сейчас его увидите. В 1551 году османский султан Сулейман Великолепный, больше нам известный по турецкому сериалу «Великолепный век», тот, который попал в любовные сети красавицы-славянки Раксаланы, вот этот Сулейман Великолепный дал добро представителю древнейшего рода и богатого рода крымских татар Девлету Гирею на Крымское ханство, направление в Крымском ханстве. Оно было частью тогда османского султаната. И Девлет Гирей, получив титул Крымского хана, повелел построить соборную мечеть. И для строительства этой мечети пригласил ни много ни мало самого крутого архитектора, главного зодчего Османской империи Мара Синана. Это был вообще очень крутой мужик. Он прожил около ста лет, построил там около 400 дворцов, мечети, медресе. Например, вот в Стамбуле, где я недавно была, и, кстати, о моем путешествии в Стамбуле вы можете посмотреть по этой подсказке. Там я рассказываю очень много и о мемаре Синане. Так вот, в Стамбуле он построил просто восхитительную, огромную мечеть Сулеймания, специально для своего покровителя, своего султана Сулеймана Великолепного. Потрясающая мечеть. И там же на Центральной исторической площади Султан Ахмед стоят бани Роксоланы, которые мемар Синан построил по заказу Роксоланы, супруги Сулеймана Великолепного. И вот еще один шедевр мемара Синана стоит в Евпатории. Это мечеть Джумаджами. Кстати, проглядываются явные параллели, стилевые параллели с византийским собором Айя София, который стоит тоже в Стамбуле, потому что Джумаджами – это единственная в Крыму центрально-купольная мечеть. То есть она находится под таким одним большим куполом. Это чистый византийский стиль. Чем еще примечательна эта мечеть? Здесь вступали в свои права правления крымские ханы. Всего здесь было таких 18 ханов, которые получали добро на правление крымским ханством. Мечеть, оказывается, это место не только, где люди молятся, но и такой своеобразный культурный центр, даже детский лагерь. В Евпаторийской мечети, вот сейчас видите, здесь очень много детей. Здесь организовали детские лагеря и на летнее время, и приучают, наверное, детей быть истинными мусульманами, что, в общем, замечательно. Как видите, в синагоге снимать нельзя, но зато я немножко обсушила свои штаны. Вот такая прелесть на моих штанах, и вот такая прелесть на улице. Это стена плача, где представитель любой конфессии может написать записочку о здравии и сложить ее в стену. Я продолжаю отчаянно рассказывать о старом городе Евпатории. Дождь немножко прошел, поэтому, наконец-то, я могу хоть записать что-то на улице. Я нахожусь во дворе синагоги. Кстати, сделан двор очень уютный. Здесь находится фонтанчик, места для отдыха, как всякие сувенирные лавки. И у меня за спиной находится знаменитое кафе еврейской кухни, ресторан еврейской кухни Йоскин Кот. То есть не Йошкин, как мы говорим, а кот, который принадлежал Йосю. Никогда нельзя было евреям отказать в чувстве юмора. Что тут у нас? Опять сложное название. Битор от Кала-Кара. Очень прикольные, очень прикольные названия. Мясная тарелка картином маслом, сырная тарелка пелье молочник, овощная тарелка, да, пожалуйста, берите, берите. Овощная тарелка от Ханночки. О, тарелка тещин язык. Я думаю, что мужчины это оценят. Ага. Вот наши фирменные закуски. А, форшмак. Вон, форшмак. Это святое. Да, обязательно. Форшмак обязательно. Первое свидание. Это форшмак у нас. Это первое свидание. Ну да. Уха и морси. Да, спасибо. Ой, какая прелесть. Я сегодня на первом свидании с кафе-рестораном Ёшкин кот. Что-то у меня какой-то акцент такой, больше на немецкий похож, чем на еврейский. Это мясной паштет. Наверное, хорошо его так, с лепешечкой. Речь, очень вкусно. Вот такой он, он мясной, он печеночный. Это Косаркин называется. Классно. Так, теперь рыбный съедим. Вызойдем. Травка. Так, рыбный. Кстати, рыбный. Почему ты думаешь, что форшмак это всегда рыбный? Может, я не очень просвещенный человек? Так все в меру. И лучка, и чесночка, и рыбки, ребята. Это, конечно, вещь. Сейчас, мой любимое блюдо. Под названием хумус. Вон, как он выводит. Вы знаете, что в фумусе? В фумусе очень важно соблюдать консистенцию. То есть он не должен быть водичкой, и не должен быть очень густым и сухим, потому что нут, он достаточно сухой. И вот здесь она соблюдена великолепно. Слушайте, все подумают, что, наверное, рекламируете рестораны. Но мне реально нравится. Вкусно же. Еще, а, еще тут есть. Это баклажаны. Я вот думаю, все-таки, жизнь прекрасна. И никто меня об этом не трюкнет. И пошли вы нафиг со своим дождем, со своими ветрами. Все равно жизнь прекрасна. Выпьем за это малиновый умор. В Ивпаторе третий день льет дождь, не прекращаясь. Все кроссовки мокрые. И я нашла выход. Я надела сланцы и гуляю себе по лужам. Ребят, сейчас меня. Сейчас меня, наверное. А? Да, это проехала машина. Гуляю себе по лужам, ничего не боясь. И такое у меня радостное ощущение, как в детстве. Как будто я прыгаю по лужам. И все у меня впереди. Субтитры сделал DimaTorzok Это одно из самых красивейших зданий Евпатории. Дом Дувана. Семен Эзерович Дуван – это человек очень знаменитый, почитаемый Евпатории. Он был крупным меценатом, землевладельцем, но больше известен как очень успешный городоначальник. Практически он и превратил обычный приморский городок Евпаторию в российскую здравницу, в знаменитый курорт. В 1908 году он построил этот красивейший дом в стиле модерн. На удивление, он прекрасно вписался в архитектуру старого города, но сам он в этом доме не жил, а сдавал его. Это был доходный дом, комнаты этого дома сдавались отдыхающим. И говорят, что часть этих денег Дуван отправлял в городскую казну. Дуван был караимом, поэтому он вложил очень много сил и стресс для поддержки своего народа. Он дал деньги на первочастичную реконструкцию караимских кеназ. Я сейчас нахожусь в караимских кеназах. Кеназы – это религиозное учреждение караимов малочисленного исконного народа Крымского полуострова. Караимы – народ очень загадочный. Непонятно, откуда они пришли, и кто они такие. Потому что долгое время караимов считали евреями. И на почве этого, кстати, говорят, что очень много караимов было уничтожено в годы Великой Отечественной войны, когда Крым оккупировали немецкие заквачки. Их убивали наравне с евреями. Но на самом деле сами караимы утверждают, что они не евреи, у них есть своя религия. Караимизм называется, я никак не могу запомнить. Но суть этой религии в том, что они в основу своей веры положили Ветхий Завет, но они не верят всяким переводам и священным писаниям. И поэтому изучают древний библейский язык, чтобы читать Ветхий Завет в оригинале. В дореволюционной России было около 40 караимских общин по всему миру. И у них было 20 храмов. До сих пор караимские кенасы есть в Вильнюсе, в Одессе, в Бердянске. Ну, еще, наверное, где-то есть. Ну, и как бы главными караимскими кенасами считаются кенасы в Евпаторе. Это такая своеобразная мека для мусульман или там Ватикан для католиков. В храм, если ты не караим, ты попасть не сможешь. Вот такая пластиковая стена стоит. Но если ты хочешь сфотографировать, то можешь поднять вот такую сеточку и посмотреть, как этот храм устроен. В общем, он богатый. Если, опять же, сравнивать с теми же дервишами, либо сравнивать с синагогой, выглядит он больше даже похож на именно по количеству золота и украшений на православный храм. Я нахожусь сейчас в браворном дворике. К нему прилегают два дворика. Два дворика Лапидария. В одном находятся браворные плиты с молитвенными стихами и с именами караимов, которые участвовали и погибли в Великой Отечественной войне. А в другом дворике находятся надгробные плиты. Но они представляют собой художественную ценность. Они реально очень красивые. Это надгробные плиты вывезены с караимского кладбища. На самом деле, их вывезли для того, чтобы просто сохранить их как художественную ценность. Но в караимских кенасах не было принято держать за хранение. В прошлом году мы были в Бахчисарай. И там, неподалеку, в пещерном городе Чуфут-Кале, находится караимское кладбище. Чуфут-Кале – такой пещерный город, где жили караимы. И там же, естественно, неподалеку хоронили они своих родных. Опять же, не берусь утверждать, это все рассказ гида, поэтому отнеситесь к этому как к легенде, к мифу, а может быть, и кому для кого-то и правда. Но караимов очень многие иудеи считали, да не только иудеи, но и люди других верования, считали такими сектантами, сектантами от иудейства. И поэтому их выгнали практически, фактически, с Бахчисарая, и они вынуждены были поселиться в пещерном городе Чуфут-Кале. Потом, когда караимов признали, признали их, как народ признали их религию, то они потихонечку начали разъезжаться оттуда, и поселились, большинство из них поселилось в Евпатории. Караимов осталось очень мало. Караимский кенаса находится в бывшем жилом квартале караимском, где жило около четырех тысяч караимов. Сейчас по всему Крыму столько две тысячи осталось. И, в общем, они большие молодцы, что их мало, они сохраняют свою культуру и религию, сохраняют этот замечательный религиозный комплекс, который рассказывает об этом малочисленном народе, гордом, умном и очень сплоченном. Вообще, я хочу сказать, нелегкий труд пи***ть на камеру постоянно, но почему-то мне вдруг захотелось. После того, как я два с половиной часа бегала по маршруту Малый Иерусалим под дождем вместе с такими же сумасшедшими, как и я, а потом дождь прошел, я села в ресторан, сейчас мне принесут еды, и мне захотелось просто так попиздить. Так вот, хочу сказать, что как-то мы воспринимаем Евпаторию, ну, я не знаю, большинство людей воспринимают Евпаторию как детский курорт, где хорошее море, пологое песочные пляжи и полезные грязи, которыми можно намазаться с головы до ног. Но на самом деле Евпатория – это большая-большая древняя история, и эта история, она сохранена. Она сохранена в руинах, сохранена в старом городе, в мечети. То есть ты ходишь по этой старине, и она не выдуманная, не как бы создана искусственная, это все, на этом всем лежит пыль веков. Поэтому я очень вам рекомендую приехать в Евпаторию не только ради отдыха, но и для того, чтобы вот через эти века пройти. Удивительный город, необычный город. Вот он у меня остался, он занял такое очень укромное, но большое место в моем сердце. Приезжайте в Евпаторию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова